Всем привет! И сегодня у нас очередная встреча в рубрике «Вскрытие покажет». И сегодня у нас вскрытие. Вскроем. Итак, что же у нас внутри? На ощупь я уже в принципе знаю, что это там. Это карт-ридер. Это карт-ридер фирмы Kingston. Итак, что это такое? Это, как я уже сказал, карт-ридер. Или как он здесь называется? Media Reader USB 3. Здесь у него есть еще USB. Он так называемый универсальный карт-ридер. Здесь он читает и компакт-флэши, и мини, и даже микро-SD-карты, SD-карты. В общем, практически все. Да. И, как всегда, он запаян довольно мощно. Сейчас я попытаюсь это дело открыть. Два года гарантия. И главное, что это USB 3. То есть у меня был карт-ридер этой же фирмы Kingston. Мне он нравился. Он очень хороший был. Но он USB 2. Так как я профессиональный фотограф, и все-таки мне нужно чего-нибудь побыстрее. Потому что иногда ждешь, пока эти файлы загрузятся, пока фотографии загрузятся на компьютер. И это очень долго. А если это видео, это совсем долго. А так как я использую не только SD-карту, или, вернее, я в основном использую компакт-флэш, а у меня в компьютере есть слот только для SD-карты, который хорошо работает. Но здесь я могу сразу же вот сюда поставить SD-карту, туда в компьютер поставить SD-карту, еще компакт-флэш. В общем, кучу разных карточек. Ну, попробуем его все-таки вскрыть. Итак, за кадром осталось непосредственное вскрытие. Потому что мне пришлось идти на кухню, вытаскивать большие носки и разрезать его. В общем, Kingston, в принципе, также как и некоторые другие компании, которые очень ответственно подходят к упаковке, запаковывают это так, что что-то потом распакуешь. Смотрите, значит так. Это у нас USB 3, как видите, синенький. Вот этой частью он вставляется в картридер. Видите, он немножечко похож на внешние жесткие диски. Точно так же. Вот такие же вот у них разъемы, когда к ним подключают. Значит, как положено, он сделан в Китае. У него там серийный номер есть. Тра-ля-ля. Пластик здесь. Ну, такой вот он сверху. Даже может быть металл. Такое вот чего-то. Внизу это пластик. И много-много, как видите, слотов. Вот. Здесь мы его сейчас раскроем. Подключим. Так. Вот так он подключается. Все. Готов. Он легенький, маленький. То есть его можно носить и в сумке с собой, подключать к лэптопу, если нужно. В общем, сейчас проверим, как он передает информацию. А вот у нас как раз и старый картридер. Вот. Приступим к испытанию. Значит, подключим к компьютеру, вот к MacBook Air. С одной стороны мы подключим картридер USB 2. А с другой стороны мы подключим картридер USB 3. Значит, оба выходы здесь на компьютере это USB 3. Используем вот такую вот карточку. Это SanDisk Ultra 30 мегабайт в секунду скорость 8 джига. Значит, используем сначала USB 2. Возьмем и принесем какой-нибудь файл. Например, ну вот у нас тут есть 4 джига. Вот я беру его и весь переношу. Засекаем время. Вот время пошло. Вот показано у меня здесь приблизительно 3 минуты. Итак, я уже здесь не буду выключать. Вот у него 4.37.40. Итак, 10 секунд осталось. Так. Все. Он перебросил. Ну, приблизительно 3 минуты, 3 с чем-то минуты. Это довольно-таки быстрый результат. Сейчас испытаем новый картридер. Вот она. Вот, видите, оно начало мигать. Так. Запускаем. Сколько он покажет? Ну вот, показывает, что 2 минуты. Итак, он показывает уже минута. Это действительно минута. Он, вот он, на минуте он дошел уже до половины практически. Вот. То есть, 2 с чем-то гига он за минуту он свободно закачивает. Очень-очень быстрая карточка. То есть, казалось бы, вот разница, может быть, минута или там полторы, но это довольно много. Когда большие файлы, особенно когда видео файлы, это много. Вот осталось, ну, совсем уже ничего осталось. Должен сказать, что, может быть, он даже чуть быстрее. Или тот чуть медленнее, но, то есть, вот он 2 минуты, он 2 минуты, по-моему, и выдает. Вот. Вот у нас осталось уже 10 секунд. Вот. Очень-очень быстро. Всё. Всё. А теперь попробуем SD-карточку. Это SD-карточка, это Lexar. Вот, как мы видим, скорость у неё. Вот. С 345 Мбит в секунду. Премиум серия. И серия, ну, смотрите, всё это написано, это всё, конечно, хорошо. Это класс 10. То есть, в принципе, на неё можно видео писать. Ну, сейчас вставим и попробуем перекинуть. Вот. Вот сейчас мы вставили. Попробуем перебросить сюда. Значит, у нас тут есть папочка с, ну, почти 3, 2,897 джига файлов. Смотрим. Вот. Осталась минута. Вот 2,9 он показывает. И показывает, что всего лишь минута. То есть, сейчас мы, это, картридер USB 3. То есть, попробуем сейчас наоборот. После этого я попробую картридер, который непосредственно в компьютере. То есть, слот для карточек. И после этого попробую USB 2. Очень быстро. Ну, это карточка поновее. И, ну, я не знаю, может быть, она даже побыстрее, чем мой сандиск. Думаю, что да. Ну, вот, как вы видите, он уже перебросил. То есть, меньше, чем за пару минут. А сейчас мы попробуем сделать то же самое со встроенным слотом для карточек памяти. Здесь, вот мы вставляем. Как видите, у него другая иконочка даже. То есть, он непосредственно в компьютер входит. Сейчас проведем то же самое. Итак. Бросили на рабочий стол. Где-то минута. Показывает минута. Там у нас было где-то около двух. Здесь, конечно, выгоднее использовать для SD-карт. И выгоднее использовать сам компьютер. Но если, например, у меня две SD-карты. И нужно их срочно закинуть на компьютер. То, конечно же, можно использовать и то, и то. Потому что скорость там не так сильно отличается, скажем так. Ну, вот вы видите. Ну, хорошая скорость. Быстро. Быстро идет. Вот 10 секунд осталось. Вот он 2,8... 2,9. Джига. Он с большой скоростью. Вот. Все. Перебросил. И последний наш тест. Сейчас мы вот испытаем именно старый USB-карт-ридер. Вот этот. Вот мы сюда сейчас... Все. И опять его бросаем на рабочий стол. Так. Внимательно смотрим. Ну, вот здесь две минуты. И вот здесь две минуты. Тоже идет довольно шустро. Но не сравнится ни с USB-3, ни, конечно же, с встроенным слотом для карточек памяти. Я, в принципе, могу здесь даже и прекратить вот этот эксперимент, потому что и так, в принципе, мы видим, что этот USB... Что этот картридер USB-3 той же фирмы, Kingston, он быстрее, вот на порядок быстрее. Что, в принципе, очень-очень неплохо. И в работе это очень важно. Спасибо за внимание. А вы смотрели анбоксинг или вскрытие покажет. Ставьте большие пальцы вверх. Пока.